Итак, уважаемые, начинаем очередное видео. Очень интересные статейки я нашел в журналах старинных. Они называются «Обмен опытом». Хочу поделиться с вами некоторой информацией, которая будет очень и очень полезна всем начинающим, не начинающим, всем, кто будет возобновить в памяти те вещи, которые нам сегодня нужны для сохранения своих пчелосемей, пчелиных семей в зиму, и также сотов и всего остального. Итак, журнал 1955, номер 2, хранение сотов, страница 54. Вы можете, если у вас есть электронные, можете проверить журналы. В литературе встречается указание на то, что рамки сушью можно хранить на сквозняках. Да, это, конечно, многие знают. Я в своей практике с успехом применял этот способ, но в отдельных случаях сушь все же поражалась личинками моли. Чтобы избежать даже частичного повреждения суши, я стал до уборки на хранение погружать ее в насыщенный раствор поваренной соли. Какое состояние, не знаю, но, по-видимому, соль хорошо он там размешал, которая смогла раствориться. Рамки я погружаю в соляной раствор до тех пор, пока он не заполнит все ячейки. После этого рамки от раствора освобождаю на медогонке, а затем развешиваю в помещении на сквозняке. И в таком виде они хранятся до будущего года. В сотах, обработанных таким образом, моль уже не заводится. Если в рамке имеются небольшие запасы меда, то в раствор соли их следует опускать не целиком, а лишь до уровня меда. Соты, в которых остались небольшие запасы незапечатанного меда, перед обработкой надо предварительно дать пчелам на обсушку. То есть, если небольшие запасы, нужно или откачать, или отдать челам, чтобы они этот незапечатанный мед перекачали и убрали в свои основные рамки. Перед постановкой рамок суши в уле для расширения гнезд или при постановке на уле магазинных надставок, обработанных в солевом растворе, рамки нужно вначале немного подержать в сосуде с теплой чистой водой. В таком виде соды ставят в гнезда. Оставшиеся на стенках ячейки слегка подсоленную воду пчелы охотно используют и сразу же подготавливают ячейки для засева маткой. Это был Н.И. Тимошев Старший, зоотехник Грозницкой областной конторы пчеловодства. Ну, этот метод некоторые люди используют. Я смотрел на интернете. То есть, соль, естественно, не дает возможности развиваться моли. Если у вас есть желание, то можно небольшой запас, то можно подготовить емкость, куда можно залить раствор соли водяной и опускать туда рамки, и потом откачивать ее. Естественно, при откачке это будет разлетаться на медагонке. Ну, так сказать, в ячейках будет полностью обработанная. И потом, правда, небольшие проблемы это будут с тем, чтобы потом опять перед постановкой надо будет вставить теплую воду. Ну, опять это тоже для любительской пасеки это пойдет. Итак, друзья, это значит о хранении сотов. Была такая статейка. Есть еще одна такая статейка. Знаете, эта статья тоже, это как раз к зимнему периоду эти статейки я подобрал. Это журнал с 1955 года, номер 3. Это был номер 2, а это номер 3. Эта статейка называется так. Зимний облет пчел в жилом помещении. Почему понадобился этот облет? Сейчас мы узнаем. И потому, что это может случиться и случается с каждым пчеловодом, который пчеловодит и не знает, что делать в таких случаях. Поэтому это очень важно, если вы выслушаете эту информацию. Почему пчеловод произвел зимний облет пчел в жилом помещении? Осенью прошлого года в две зимующие пчелиные семьи на моей пасеке одновременно забрались мыши. Сожительство мышей с пчелами продолжалось с ноября до февраля, около 4 месяцев. Во второй половине февраля зимовка пчел с грызунами стала так осложняться, что отражалась на соседних ульях. До выставки оставалось около 2 месяцев. Тогда я решил провести следующий опыт. Одну пчелиную семью вместе с грызунами. С мышами, которые там находились. Оставил в покое, а вторую занес в жилую комнату с тем, чтобы разобрать ее гнездо и произвести облет пчел в искусственных условиях. Комната площадью 20 квадратных метров предварительно была подготовлена. Убраны вещи, полы усланы половиками. Температура помещения доведена до 25 градусов по Цельсию. Облет производился при дневном освещении. Улей был поставлен на столе на уровне поддоконника на расстоянии 30-40 см от южного окна, затянутого марлей. Остальные окна были затемнены светонепроницаемым материалом. Не знаю каким, но закрыты были. Во время разборки гнезд основная масса пчел поднялась в воздух и освободилась от кала на марле южного окна. То есть облетались, так сказать. А часть чел внутри улья тоже. И тут же были уничтожены нарушители покоя пчел, мыши. То есть мыши, естественно, он уничтожил. Облет продолжался более трех часов. Затем я стал собирать чел. Для этого пришлось затемнить до 3 четверти южное окно. Оставить одну четвертую часть окна снизу, которая, так сказать, оставив внизу полоску света, освещающую литок улья. Пчел собирал новые продезинфицированные ульи на запасные медоперговые рамки. Так как старые рамки были сильно опоношены и объедены мышами. То есть они воняли и обычно при таких ситуациях идет очень плохое развитие семьи. Практически семья не может развиваться. Очень сильно мыши влияют на семьи. Поэтому мы все слышатели. И я знаю, я имел такой опыт. Сейчас у меня в настоящее время нету таких проблем. У меня несколько кошек на улице живут. И они постоянно мещей, так сказать, контролируют. Как только пчелы успокоились, этот участок же отнес семью обратно в зимовник. Весь остаток зимовки до выставки, облетевшая в феврале и обеспеченная качественным кормом пчелиная семья, зимовала нормально. Следует отметить, что и в последние предвыставочные дни, когда пчелы, чувствуя приближение весны, естественно приходят в возбуждение, в этой семье царил покой. Казалось, она была готова продолжать зимовку. После выставки расплода в этой семье оказалось гораздо больше, чем в других семьях расплода. После выставки расплода в этой семье оказалось больше. Она раньше пришла в силу и дала больше товарной продукции. Другая же, пострадавшая от мышей и не облетевшая в феврале, пчелиная семья резко отставала развитить. Довольно поздно пришла в силу и дала незначительный валовый выход меда. Между тем, обе семьи перед постановкой зимовник по силе и продуктивности были примерно равными. Из этого опыта можно сделать вывод, что если в семье пчел завелись мыши и их нельзя удалить своевременно, то необходимо оказать семье экстренную помощь, дав ей предварительно комнатный облет. Итак, вот человек Булаев поделился. Брянская область, поселок Снежка. Это в 1955 году он поделился таким опытом. Друзья, если у вас есть, будут, не дай бог, ну может быть возникнуть, потому что жизнь она всегда ставит нам какие-нибудь интересные ситуации, вопросы, то вы уже знаете, что делать. Можно занести в помещение, поднять температуру, осмотреть гнездо. Тем более, хочу сказать, что не бойтесь осматривать гнездо, а расплода нет. Семья при температуре не застудится, ничего, проблемы не будет. Даже если ранней весной и матка находится в клеточке или в изоляторе, можно осмотреть, ну при, так сказать, повышении температуры в любом случае можно занести, можно специальный парничок сделать, который ставится такая, обтянутая пленкой, кабинка. И там поднять температуру можно любым способом, электрической печкой и осмотреть семью. Итак, советую вам, чтобы ваши семьи хорошо перезимовали, и если какие-то проблемы возникли в любое время года среди зимы, вы можете это быстро решить и исправить положение. То ли меда не хватает, то ли мыши, то ли еще что-то. Итак, друзья, смотрим следующую ситуацию. Что может случиться у нас зимой? Еще одна статейка, 55-го года журнал, номер 3. Об оживлении замерзших пчел. Некоторые пчеловоды не знают, что пчелы, когда они погибают от недостатка корма, вот, они могут еще быть оживленные. То есть, если вы глянули и увидели, что пчелы поели весь мед и сидят внутри в ячейках, не торопитесь расстраиваться, попробуйте их оживить, как здесь написано. Поэтому, если кто не знает, это очень плохо, вы потеряете семью. Если знаете, то вы можете сохранить семью. Читаем. Об оживлении замерзших пчел. Пчеловодной литературе есть указание о том, что в семье, погибшей от холода, можно часть пчел возвратить к жизни, если семья погибла не более 2-4 дней тому назад. Ну, никто не знает, когда она погибла. Вот. Ну, пробовать надо всегда. В таких семьях пчелы без корма коченеют от холода, не успев погибнуть. Этих-то пчелы удается оживить. Однажды я в день выставки обнаружил семью пчел, погибшую от холода. Чтобы освободить рамки от мертвых пчел, я внес улей в теплую комнату и оставил его, а сам ушел продолжать работу на пасеке. По возвращению я начал очищать рамки от мертвых пчел. И вдруг заметил, что дельные пчелы подают признаки жизни, изыдка вздрагивают ножками, усиками. Я прекратил разбирать нездо. Сбрызнул пчел сверху рамок с сахарным сиропом и накрыл холстиком. Через час пчелы зашумели. Я дал им рамки с медом. А через некоторое время выставил на пасеку. Возвращенная к жизни семья в тот год работала вполне нормально. В истекшем году после выставки пчел 14 апреля в одном из нуклеусов, непроверенном на наличии меда, пчеловод обнаружил, что пчелы погибли от голода. Зная, что гибель произошла недавно, я на этот раз уверенно приступил к оживлению пчел. Осторожно осмотрев рамки, я на одной из них нашел матку. Она казалась мертвой. Я поместил ее вместе с собранными пчелами на газетный лист и отнес в комнату. Сбрызнул пчел с сахарным сиропом, периодически отогревал их на подогретой в духовке сковородке. Не поджаривал, конечно. А сковородка была теплая и он их отогревал. Ну, как в те времена, как говорится, не было сильного развития. Это был 1955 год. Ну, была возможность. Минут 40 пчелы не подавали никаких признаков жизни. Обратите внимание, 40 минут. Ну, бесполезное занятие. Можно уже отчаяться. Затем отдельные пчелы начали подергивать ножками. Через некоторое время проявила признаки жизни и матка. Как только пчелы начали расползаться, а матка окончательно ожила, я перенес ее на согретую рамку с медом и поставил в однорамочный наблюдательный улей. Это был нуклеус. Не сильно было много пчел. На рамку высыпал движущихся пчел, а не оживших еще поместил под рамку. Улейк утеплил и оставил в комнате. В течение шести дней я наблюдал за оживленной маткой. Она держалась в центре клуба пчел. Держать матку в маленьком клубе пчел было бесполезно, так как она не могла себя согревать. И матка к яйцекладке не приступала. Но было интересно выяснить, начнет ли она класть яйца. 30 апреля при осмотре семьи номер 41 было установлено, что матка у нее трутневая. Мы с пчеловодом уничтожили ее и удалили две рамки трутневого расплода. А через полчаса без всяких предосторожностей поставили к гнезду рамку с оживленной маткой и пчелами. При последующих осмотрах мы убедились, что матка жива и откладывает яйца. Семья развивалась вполне нормально. К 30 июня она занимала 11 рамок. И к 19 июля 20 рамок. Ей поставили второй корпус. За весь сезон семья собрала 32,9 килограмма меда. В июле пчеловод установил, что в семье номер 41 есть печатный маточник. Пчеловод, предполагая, что семья собирается роиться, использовал маточник для смены матки в одной из других семей. Но через 10 дней пчеловод установил, что заложен новый маточник. На этот раз произошла тихая смена. И с 12 августа молодая матка начала яйцекладку. По-видимому, перенесенное голодание все-таки сказалось на состоянии матки и пчелы ее сменили сами. В зиму семья пошла средней силы с молодой маткой. В.А. Лещево-Орловская, опытная станция пчеловодства. Это было еще в 1955 году. Итак, друзья, обратите внимание, это тоже интересный случай и, так сказать, обмен опытом. Ну и еще одну статейку. И на этом мы будем заканчивать. Это тоже очень интересная статья. И все идет о зимовке пчел. То, что нам нужно во время зимовки, у кого не хватает опыта, люди делятся опытом. Называется статья о зимовке пчел. Работая с пчелами более 30 лет в разных областях РСФСР, я пришел к выводу, что пчелам на зимовке больше вредит духота, чем холод. И если в улье имеется хороший мед в достаточном количестве, то холод пчелам не страшен. Это статья написана в журнале 1955 года, номер первый журнал. Несколько фактов из моей практики, подтверждающие этот вывод. В 1918 году в селе Богоявленском Вельского района Архангельской области у учителя, тут написано Шалла Урова, вышел Рой и улетел метров за 300. Здесь он проник в отверстие церковного купола и привился и жил там до 1923 года. В 1918 году улетел Рой, а до 1923 жил. 1923. Ну это уже, считайте, прошло почти 100 лет этой информации. Летом 1923 года пчелы напали на маляров, пришедших покрасить крышу церкви и не дали им работы. Тогда меня попросили снять пчел с купола. Я согласился, тем более, что в то время пчел только начали продвигать на север и купить их было очень трудно. Разобрав крышу, я вырезал соты с пчелами и с медом. Семья оказалась средней силы, меда у нее было 20 килограмм, причем в верхней части мед отчасти засахарился, но нет плесени, ни поношения сотов у пчел не было. В таком своеобразном уле описанная семья пчел пробыла 4 северных зимы, расположившись на высоте 25 метров от земли без всякой защиты. Летом в куполе было жарко от железной кровли, зимой холодно, морозы доходили до минус 45, да еще при ветре, постоянном стуке по крыше цепью, протянутой от колокольни. После этого случая я не боялся холодной зимовки пчел, лишь бы семьи имели хороший корм в достаточном количестве. Позднее, работая с пчелами под Новороссийском на побережье Черного моря, я в течение 7 лет не убирал пчел в помещениях, хотя морозы доходили до минус 23. Зимы были бесснежные, с ветрами до 12 баллов. Пчелы зимовали в одностенных улях, толщина стенки 25 мм, без наружного утепления и после зимовки выходили бодрыми, здоровыми. Вылетали из ульев, они начинали при 6 градусах тепла. С переездом в Ставрополь на Кавказе пчелы 4 зимы находились около стены дома под навесом. После зимовки семьи выходили в хорошем состоянии, а ведь Ставрополь находится на высоте 700 метров над уровнем моря, и здесь дуют сильные ветры. В 1953 году пчелы у меня пошли в зиму, имея в гнездах половину падио-меда. К тому же мне пришлось поставить их в помещение в 4 ряда. Остерегая сдухоты, я усилил вентиляцию, температура же в среднем держалась около нуля. Пчелы после зимовки вышли с небольшой осыпью. Все это показывает, что для успешной зимовки пчел следует особенно заботиться о достаточном запасе хорошего меда. Пчелы могут хорошо зимовать и в холодных улях, если имеют много доброкачественного меда. Баландин, город Ставрополь. Итак, друзья, на этом мы заканчиваем наше видео. Желаем вам удачной зимовки. Если есть вопросы, пожалуйста, можете задавать. Если нет вопросов, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Желаю вам удачи. Будем ожидать следующего видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok